Мы приготовили две цепи одинаковой длины. Одна состоит из восьми, а вторая всего из двух звеньев. Подвесим обе цепи так, чтобы расстояние между их концами было одинаковым. Спрашивается, у какой из двух цепей центр тяжести находится ниже? Центр тяжести двухзвенной цепи найти легко. Надо соединить середины обоих звеньев и разделить отрезок пополам. А вот центр тяжести многозвенной цепи рассчитать не так-то просто. Но у нас есть прекрасное рассуждение, которое позволяет решить задачу вообще без расчетов. Оттянем середину многозвенной цепочки вниз. Теперь обе цепи имеют одинаковую форму и их центры тяжести конечно же находятся на одном уровне. Отпустим середину. Цепь провисла, а значит ее центр тяжести опустился ниже. Когда мы тянем за середину вниз, мы совершаем механическую работу. На что идет эта работа? Конечно же на подъем центра тяжести. Таким образом цепочка под действием своего веса сама принимает такую форму, чтобы ее центр тяжести занял наинизшее возможное положение. Что же это за форма? Галилей, который первый задался этим вопросом, думал, что цепь провисает по параболе. Однако на самом деле цепная линия несколько отличается от параболы. В строительных конструкциях встречаются и парабола, и цепная линия. При строительстве подвесного моста к опорам сначала крепятся тросы, и они провисают по цепной линии. А когда к тросам снизу подвешивается тяжелый мостовой пролет, тросы натягиваются по параболе. На звенья свободно висящей цепочки действуют только силы растяжения. Если закрепить звенья в этом положении и перевернуть конструкцию, получится арка, на звенья которой будут действовать только силы сжатия. Такая арка не может переломиться под собственным весом, она держит сама себя. Именно такую форму имеет монумент «Ворота на запад», возведенный в 1965 году в американском городе Сент-Луисе. Высота его арки составляет почти 200 метров. Ее элементы упираются друг в друга и обеспечивают прочность и устойчивость конструкции. Принцип составления сложной конструкции из цепных линий применял в своих постройках Великий Каталон архитектор Антонио Гауди. При проектировании собора Святого Семейства в Барселоне, он сначала сделал несколько перевернутых моделей собора из подвешенных цепей. Нагрузка в таких моделях правильно распределяется сама, без всяких расчетов. И хотя строительство собора все еще не завершено, он уже сегодня стал одним из величайших произведений архитектуры.